Продолжение следует... Коронавирус внёс Мишустина в список кандидатов в президенты. Ещё год назад об этом российском политике мало кто слышал даже в России, не говоря уже о зарубежье. Но на удивление, ставший премьером год назад Михаил Мишустин понравился россиянам. И у него появился шанс занять президентский пост после Путина, считают многие политики и эксперты. По оценкам, Мишустину доверяют почти 60% россиян. Ещё год назад об этом российском политике мало кто слышал даже в России, не говоря уже о зарубежье. Когда же он заменил непопулярного Дмитрия Медведева на посту премьер-министра, это вызвало шок. Прежде имя этого человека не появлялось ни в одном списке потенциальных преемников. Но на удивление, Михаил Мишустин понравился россиянам, и его стиль правления подсказывает, что формированием кабинета его карьера в высокой политике не закончится. Он успешно руководил 144-миллионной страной в тени президента Владимира Путина, что дало повод для спекуляций, может ли он в будущем заменить Путина во главе государства. Интерес Мишустина к этому посту очевиден, и у него есть шанс, чтобы занять этот высший пост, как считают многие политики и эксперты. В рейтинге популярности премьер занимает второе место после Путина. По оценкам, Мишустину доверяют почти 60% россиян. Для сравнения, поддержка президента в последние месяцы колеблется в районе 65-69%. С ковидом к вершине Мишустин был назначен главой кабинета в январе прошлого года, и аналитики истолковали это как возможное начало транзита власти. Хотя никто не брался прогнозировать, какой сценарий, наконец, выберет Кремль. По мнению некоторых экспертов, неизвестная фигура Мишустина должна была создать у россиян впечатление изменений и помочь режиму сохранить контроль над местными элитами, которые борются между собой за благосклонность президента. В должность Мишустин вступил, имея репутацию крепкого технократа, которому удавалось собирать налоги в России, как никому другому. Перед ним поставили задачу придать импульс российской экономике с помощью выделенных правительству миллиардов. Однако в итоге все затмела пандемия коронавируса, которая, что удивительно, оказала на политическую позицию Мишустина определенное положительное влияние. Кризис здравоохранения и уход в связи с этим Путина в тень дали премьер-министру возможность продемонстрировать свои руководительские способности. По сравнению с президентом, которого в последний год россияне видели только на видеоконференциях, Мишустин часто встречался с людьми, и это, как считают эксперты, сыграло в его пользу. Пусть даже Россия и не слишком успешно боролась с пандемией. Сам глава правительства переболел коронавирусом еще в апреле. В ноябре премьер-министр провел кадровые перестановки в кабинете, назначив нескольких новых министров. Однако ни одного из них, как считают аналитики, нельзя назвать сильной харизматичной личностью. Они истолковали этот шаг премьера как доказательство укрепления собственного авторитета Мишустина, который таким образом избавился от тех, с кем ему было некомфортно работать. Как подчеркнул политический комментатор сайта «Медуза» Андрей Перцев, кабинет также покинули те, кто напрямую был связан с самим президентом или его приближенными. А в этом заключалась одна из основных проблем его предшественника Медведева, чьи министры привыкли обращаться напрямую к Путину. Поход на Кремль. Премьерский пост в России традиционно считается проверкой для будущих кандидатов в президенты. Комментаторы отмечают, что некоторые сообщения о Мишустине носят явно маркетинговый характер, и в них считывается, что премьер явно заинтересован в том, чтобы стать преемником президента, пусть даже пока об этом речи не идет. Например, накануне Нового года, когда россияне обычно обмениваются подарками, российские СМИ облетела новость о том, что Мишустин в рамках благотворительной акции лично подарил синтезатор и куклу пятилетней Наде из Твери и спел с ней песенку. Осенью сенсацией в проправительственных СМИ стала новость о том, что спецсамолет с премьером на борту изменил маршрут только чтобы позволить регулярному рейсу приземлиться первым. Раньше подобного рода сообщения касались преимущественно Путина. Тем не менее, обсуждать возможных преемников преждевременно, поскольку уход Путина в ближайшее время маловероятен. Благодаря конституционной реформе, которую в прошлом году утвердил российский парламент, произошло обнуление всех президентских сроков 68-летнего Путина, и таким образом двери к президентству до 2036 года перед ним открыты. При этом новелла не расширила полномочия так называемого Государственного совета, куда, по предположениям, сначала намеревался удалиться Путин после ухода на пенсию и откуда де-факто продолжал бы править страной. Тем не менее, как считают некоторые наблюдатели, нынешняя позиция Мишустина говорит о том, что премьер неожиданно превратился в фигуру, от которой в случае необходимости, в отличие от непопулярного Медведева, будет трудно избавиться. Правда, многие сомневаются, что Кремль был бы в этом заинтересован. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова